По данным группировки ЛНР, на подконтрольной ей территории проживает 1 миллион 400 тысяч человек. Более трети из них – люди старше 55, для которых пенсия – единственный источник дохода и средства выживания. Работающих предприятий осталось мало. Около полторы тысячи шахтеров потеряли работу из-за ликвидации оккупационными властями Орло угольных предприятий. Это следует из сообщения так называемого Республиканского центра занятости. Совместно с Министерством социальной политики мы уже начали работу по разработке государственной программы оказания трудоустройства занятости как раз высвобождающимся работникам этих ликвидированных убыточных угольных предприятий. Представители группировки ЛНР заявляют, что средняя зарплата – 18 тысяч рублей. Это примерно 6,5 тысяч гривен. Но квалифицированный работник Алчевского металлургического комбината, одного из немногих крупных промышленных производств, оставшихся в Орло, должен получать 10-12 тысяч рублей. Должен, потому что задолженность, накопившуюся за 6 месяцев после смены собственника внешторгсервиса, компании, которая контролирует все большие заводы и шахты в Орло, якобы только начали выплачивать. Зато российского инвестора Юрченко уже активно пиарят. На прошлой неделе была выплачена заработная плата в разных подразделениях. Она составила от полутора до двухмесячных заработных плат. Мы планируем эту работу продолжить и в течение трех месяцев погасить всю задолженность по заработным платам перед сотрудниками, кто работает на предприятии, кто остался уверен. Многие едут на заработки в Россию или Украину. Массово пытается уехать молодежь. Хорошо чувствуют себя лишь силовики и предприниматели, чей бизнес как-то связан с госорганизациями. Люди делятся на болевшем в соцсетях. Сейчас топ-темы недовольства и негатива – проблемы с ЖКХ. Люди жалуются на протекающие крыши в квартирах и подъездах, проблемы с вывозом мусора и ржавую воду из кранов. Самые серьезные проблемы – с водой. Подается по расписанию раз в два дня на 8-12 часов. Нужно успеть помыться и пополнить запасы. Луганск вода приостановила подачу воды в Ровеньке, об этом сообщила прислужба предприятия. При этом коммунальные тарифы только растут. Группы и каналы в соцсетях, где люди в открытую обсуждают проблемы и жалуются на власть, нередко блокируют силовики. Жизнь для обычных луганчан сильно усложнилась еще из-за постоянного переоформления документов. Разговоров о возврате в Украину среди людей все меньше, равно как и о вступлении в состав Российской Федерации. В свою очередь, местных СМИ о реальных проблемах говорят редко, но зато постоянно рассказывают о том, как плохо жить в Украине. Враги России уже много веков стараются ослабить, а лучше уничтожить православие. Украина давно стала полигоном Бигфармы. Причем новые лекарства испытывают даже на детях. Украина и Запад взрастил на Украине своими собственными руками вот этот фашизм. Впрочем, ничего хорошего от киевского режима мы уже давно не ждем. В печатных СМИ такая же ситуация. Газетные заголовки пестрят критикой украинской власти. Вот всего лишь несколько цитат. Зеленский считает непокоренный Донбасс чужим. Украина готова отказаться от политического диалога. И все в таком духе. Разжигание ненависти к Украине резко контрастирует с восхвалением Путина и России и пиаром местных самопровозглашенных властей.